Всем привет! Давно мы не занимались делом. Я тут очень сильно повышал свою квалификацию в боевых условиях. Много интересного научился делать и уже практически написал следующий плейлист по автоматизации управления распределенными всякими системами. На Linux мы это будем с вами делать. Но сейчас хочется позакрывать хвосты. В частности, у нас с вами сегодня будет разбор того, как Apache может авторизовывать пользователей. И привяжу я это все к нашей серии уроков по трекеру заявок, которая у нас была где-то полгода назад. Это будет продолжение этой серии. Мы сейчас с ней немножечко погонимся. Несмотря на то, что это продолжение серии по трекеру заявок, можно в данном занятии к этому не привязываться. То есть мы с вами просто разберем Apache. Если помните, мы с вами когда-то настроили трекер заявок так, что можно было авторизоваться в нем, используя учетные записи в домене Active Directory, в винтовом домене. При этом мы использовали стандартную страницу входа нашего RT. Мы же можем заставить веб-сервера Apache авторизовывать пользователей таким образом, что у нас сам браузер будет запрашивать логин и пароль и передавать его куда бы то ни было дальше. Это очень удобно, если у нас в организации есть какая-нибудь технология единого входа. И мы хотим, чтобы один раз мы, авторизовавшись в браузере, могли дальше продолжать работать в различных сайтах без необходимости повторно вводить логин и пароль. И опять же, это все привязано не только к Microsoft Active Directory, но в принципе к любой службе каталогов. И безусловно, важно понимать, как это все может работать. Я разобью это все на две такие подчасти. Сегодня мы разбираемся с первой частью. Значит, во-первых, нужно разделять понятие аутентификации и авторизации. Чаще всего мы используем для всего этого один и тот же термин, или тот или другой, не вдаваясь в подробности. Но это две разные вещи. То есть аутентификация – это процесс, в котором проявляется наша подлинность, кто мы. Мы это делаем, проверяя логин и пароль пользователя. А авторизация – это что мы разрешаем пользователю, который уже аутентифицировался, делать. То есть смиряемся с правами доступа, которые доступны этому пользователю. И это у нас не просто лексическое такое разделение. Дело в том, что аутентификация и авторизация – это два разных процесса. Они выполняются даже разными модулями в Apache. Для аутентификации у нас есть стандартный модуль modAuthBasic. И мы для того, чтобы пользователи могли аутентифицироваться через LDAP службу к дологам, мы будем использовать еще дополнительный мод – modAuthLDAP. И сразу же внизу у меня написано то, что самый главный ключ вот этого ausLDAP – это url. То есть ссылка, через которую можно будет обращаться к нашему домену. Мы сейчас это все на практике рассмотрим. Просто запомните синтаксис, может быть, сделайте скриншот этого экрана. Я не знаю, как вам удобно. Я вам дам ссылки на все эти модули, на все мануалы и так далее внизу в описании к видео. В этой ссылке вы видите то, что мы обращаемся по протоколу LDAP. Мы указываем хост и порт, к которому обращаться. Это контроллер домена. Можно по умолчанию не указывать порт 389. Затем мы указываем base.den. Base.den – это база поиска. Это объект каталога, с которого мы будем начинать поиск учетной записи домена. В моем случае это будет корень домена. Далее, какие атрибуты мы хотим получить в этом домене. Здесь можно указывать все, что угодно. E-mail, уникальный ID, пользователь и так далее. Scope – это насколько глубоко мы будем погружаться относительно нашего base.den. Тут есть несколько вариантов. Вариант, собственно, base, когда мы ищем только в корне домена. Вариант one, когда мы можем спуститься глубже по дереву на один уровень, то есть какое-нибудь одно подразделение. И есть еще вариант sub, когда мы можем пробираться вглубь насколько угодно, заходить от корня домена в подразделения, искать в подразделениях внутренних подразделениях, внутренних в контейнерах и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, сейчас это все выглядит немножко страшновато. На практике, как обычно, мы сейчас быстро с этим разберем. Так как мы занимались всем этим давным-давно, мне пришлось заново сейчас развернуть виртуальный домен и заново установить RT. Причем нужно сказать, что у нас сейчас вышла новая версия RT 4.4.1, в которой уже множество модулей включено, и поэтому я переписал инструкцию по установке RT на свежую версию, выложил ее на Яндекс.Диск, и ссылку тоже сейчас дам. Итак, у меня есть домен, и я могу, в принципе, авторизоваться при помощи учетных записей из этого домена. У меня используется buch1 с паролем 1000. К слову сказать, я могу сейчас сколько угодно перегружать страницу авторизации. Вот она. У меня все равно открывается главная страница моего сайта, RT. И вот я вхожу в систему. Итак, вот она моя Ubuntu, на которой крутится мой трекер заявок. У этой Ubuntu должно быть два IP-адреса. У меня сейчас из-за нюансов настройки в данной виртуальной среде, по вот этому IP-шнику, по этой сетевой карточке, она у меня привязана к домену, по вот этому IP-шнику я сейчас к ней обращаюсь. В реальной среде такого нет, у вас один IP-шник, скорее всего, потому что трекер заявок находится в той же локальной сети, что и контроллер домена, поэтому на этот нюанс можно не обращать внимания. У нас есть с вами стандартный сайт по умолчанию. Я ставил RT как единственный сайт на этом Apache, то есть RT сама, в принципе, установилась, я ничего не делал. И у меня есть сайт по умолчанию, у которого есть банальные настройки, они все есть у нас в мануале, в которых просто указано имя нашего сервера, где находится мой request creator. И сейчас по умолчанию у меня разрешен доступ всем. Для того, чтобы мой Apache мог, собственно, авторизовывать пользователя, мне нужно вот этот вот пункт изменить. Мы на следующем уроке рассмотрим вообще все варианты с этим require, потому что они очень интересные, и начиная с версии 2.4 там многое изменилось, и нужно уметь разбираться в том, что они там сделали. Итак, я сейчас просто скопирую и опишу, что именно я здесь вписываю. Для начала вместо require all granted я говорю require valid user, то есть я хочу, чтобы у меня были пользователи настоящие, то есть как минимум пользователь должен быть валидным, он должен авторизоваться, иначе Apache не пустит дальше пользователя. То есть теперь у меня Apache вот при помощи вот этой опции будет запрашивать валидность, так скажем, пользователя. Дальше тип аунтификации. У меня стоит базовый, есть на самом деле много вариантов этой аунтификации, можно аунтифицироваться в файле, можно аунтифицироваться в базе данных, там очень много различных способов, мы сейчас этим опять же не заморачиваемся. Базовый и базовый. Дальше то, что будет показано браузером, какая строчка будет показана. И теперь провайдер авторизации LDAP Active Directory, Microsoft Sky, это частный случай службы каталогов, поэтому у нас здесь LDAP. И вот она самая важная ссылка. Aus LDAP Url. Мы здесь указываем то, что мы подключаемся по протоколу LDAP. Это все было у нас на слайде. Дальше можно указать имя контроллера домена, я сейчас для простоты указываю IP-шник контроллера домена. Далее я указываю BaseDN, то есть откуда начинать поиск учетной записи пользователей. У меня стоит корень домена mti.van. То есть мы можем указать где-нибудь глубже, авторизовать, искать пользователей в каком-то конкретном только подразделении. У меня будет поиск осуществляться по всему домену. Далее, что именно я ищу у пользователей? У меня здесь стоит версия same account name, то есть полная учетная запись пользователя, полное имя учетной записи. Опять же, вот эти вот все ключи можно посмотреть в схеме Active Directory. Для этого нужно уметь копаться в доменах, понимать, что там где находится, но нам сейчас вот этой опции будет достаточно. Далее мы будем пробираться вглубь по дереву, начиная с самого корня, с mti.van, вглубь до конца. Поэтому стоит версия SAP. И объект класс, класс объекта, я просто поставил звездочку, хотя, конечно, нам нужны только полители домены, нам здесь нужно будет указать user или person, но мы сейчас будем все искать. То есть компьютер и все вообще, что у нас попадется в домене, с ними будут сверяться вводимые реквизиты в хону. И для того, чтобы у нас Active Directory могла проверять, собственно, пользователей в домене, нам нужно указать от имени кого проверять. Active Directory у нас не умеет пускать пользователей анонимных, поэтому я создал учетную запись connect, которую расположил в корне моего домена, сейчас покажу. Другие LDAP каталоги, LDAP реализации могут пускать анонимных пользователей, тогда нам вот эти вот две строчки не нужны. Я же указал пользователя и указал его пароль. Как прятать пароль, я тоже вам расскажу в следующий раз. Опять же, если у вас пользователь находится где-то глубже в домене, то здесь нужно вначале будет дописать еще, например, organization unit, там, OU равен такая-то. Или, может быть, у вас он лежит не в подразделении, а просто в папке, в директории, тогда нужно показать CEN равен такой-то и так далее. Только вписывать, само собой, нужно вот здесь, вот от имени пользователя и дальше. Но это, опять же, вот эти вот две строчки, это нюансы доменов Active Directory. Если у вас будет не получаться и вы захотите попробовать, пишите мне в комментах, я вам подскажу. Указали эти опции, подвинь ее location для ровности, escape, две большие буквы за это для сохранения. Теперь мне нужно, чтобы авторизация доменная заработала. Для этого есть отдельный модуль, я его показывал на слайде. Этот модуль нам нужно включить. Apache 2, enable module, all funds, all dup. Модуль, вы видите, задействовался. И теперь нам нужно Apache рестартануть. На всякий случай сразу проверю статус службы, вижу, что все в порядке, служба running. Здорово. Теперь у меня Apache должна проверять логин и пароль пользователя. Для того, чтобы убедиться, что это так и происходит, иду в браузер. В браузере попробую, обновлю страницу, и у меня сразу запрашивается логин и пароль пользователя. Если я его не ввожу, мне говорят, что я не авторизован для входа в систему. Пробую еще раз и указываю, например, book2 с паролем 1000. Для того, чтобы проверить то, что у меня все работает, заново открываю браузер, и видите, у меня спрашивается логин и пароль. Указываю логин и пароль в браузере, нажимаю далее. Для того, чтобы проверить, запускаю браузер, и вот у меня браузер, теперь сам браузер запрашивает логин и пароль. Ввожу логин и пароль, и оказываюсь на главной странице сайта. То есть сейчас у меня Apache проверяет мой логин и пароль, и если все в порядке, он пропускает меня дальше, открывает мне главную страницу сайта. И мне сейчас по-глупому придется еще раз авторизоваться, чтобы меня пустило глубже. Чтобы этого не делать, мне нужно вернуться сюда, на свою Ubuntu, и открыть файл конфигурации самого реквест-трекера. Вот этот большой файл конфигурации, мы здесь много чего дописывали. Я в конце хочу добавить одну опцию, которая позволит удаленному пользователю авторизоваться. То есть, по сути, позволит Apache передавать информацию об успешном логине моему реквест-трекеру. Снова перезапускаю я службу Apache, отправляюсь в браузер, нажимаю обновить, и теперь у меня Apache сразу пробросила меня глубже. Могу попробовать выйти от имени пользователя, но видите, меня он не пускает, потому что Apache передала информацию из браузера. Браузер запомнил то, что в текущем сеансе у меня бух один, и я даже не могу выйти. Теперь, если я открою другой браузер, например, Internet Explorer, и в нем попробую попасть куда-нибудь, он меня снова спрашивает логин и пароль, и опять все по той же самой схеме. Я вложу логин и пароль и прохожу дальше. Тут есть важный момент. Теперь Apache проверяет подлинность мою в домене. И, соответственно, пользователь, от имени которого я захожу в систему, должен существовать в домене. Я же создавал, когда реквест-трекер, у меня была встроенная база данных, и был один пользователь по умолчанию, которого нет в домене. Это пользователь root. Но этого пользователя root нет в домене, я теперь с этим пользователем root попасть в реквест-трекер никак не могу. Я буду биться и биться, пока не плюну, потому что Apache не видит в Active Directory пользователя root. Чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно будет поковыряться снова в конфигурации Apache, но это будем делать в следующий раз. Подводим промежуточный уток. В принципе, любую страницу сайта на Apache вы можете защитить. Не обязательно вам для этого иметь службу каталогов. Можно иметь файл с логинами и паролями, можно эти логины и пароли хранить в базе данных, неважно. Вы можете просить сервера Apache выполнять авторизацию пользователей. И вот я сразу оговорился, аутентификацию пользователей, прежде чем их пропускать дальше на веб-страницу. Мы сейчас с вами так и делаем. Мы заставили Apache аутентифицировать пользователя через LDAP. После чего мы еще, реквест-трекер, указали то, что данные о входе пользователя можно принимать автоматически. И поэтому мы один раз авторизовавшись в браузере, а аутентифицировавшись, я не могу перестать говорить неправильно, можем пользоваться реквест-трекером в пределах этого сеанса. И в принципе, такую систему единого входа можно сделать для любых ваших сайтов.